Ну, у меня вопрос такой о, значит, преемственности президента, о финансовых пирамидах и все. Значит, считаете ли вы достойным кандидатом на подпрезидента на выбор 2018 года Сергея Петровича Мавроди? И следующий вытекающий вопрос. Сможет ли он в своей компании заменить долларовую систему на уже родную нашу? И, соответственно, изучали ли вы историю МММ и Сергея Петровича Мавроди? Ну, спасибо за ваш вопрос. Значит, все ваши вопросы один вытекает из другого. Значит, я рискую своим ответом, вас немножко разочаровать, но тем не менее скажу свою точку зрения. Мавроди прекрасно понял в определенный момент смысл существования и принцип построения мировой финансовой системы. Это некая религия, вера в то, что определенные бумажные знаки будут все время дорожать, крепнуть, и ими можно будет воспользоваться. И начал выпуск своих, ничем не обеспеченных, бумажных знаков. Поднимал на них цену, соответственно, создавая спрос. То есть, фактически он пытался в мини-варианте сделать то, что делает Федеральная резервная система в течение столетия. Ну, то же самое. Но, самое главное, что ведь нужно не просто быть умным, безусловно, одаренным экономистом и понимать миры устройства. Нужно еще иметь самую большую армию и самый большой флот, для того, чтобы осуществлять выпуск таких бумажек. А вот с армией и флотом у Сергея Потелевича было хуже. И поэтому его быстренько арестовали и посадили в тюрьму. Значит, вывод из этого какой? Любая система, которая бросает вызов сегодняшней финансовой пирамиде в мировом масштабе, должна обладать еще большей военной силой для того, чтобы выиграть у этой системы. Поскольку у МММ, насколько я знаю, пока армии и флота сопоставимого с американским нет, и в ближайшие годы не планируется, то никаких шансов заменить доллар какими-нибудь другими деньгами, которые выпускают мавроди, нет. А это значит, что участь МММ печальная. Все это закончится крушением и потерей денег тех вкладчиков, которые вложили туда деньги. При этом я даже сейчас не говорю о том, злой это умысел или добрый умысел со стороны организатора пирамиды. Или он такой, знаете, подвижник-романтик. Это не важно. Крах неизбежен. Потому что начинается война при полном отсутствии армии. Можно красиво объявить, так сказать, войну Соединенным Штатам Америки. Но ведь если ты ее объявил, надо ее и вести. Поэтому, исходя из того, что я вам сказал, как я могу относиться к тому, что он мавроди будет баллотироваться в президенты. Мне бы очень не хотелось, чтобы в России был такой президент, который забывает об очень важных вещах в деле движения страны вперед. Есть либо непонимание, либо злой умысел. В любом случае, мне кажется, что такой человек не должен возглавлять страну.